Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и мы сегодня основываем серии на проекте Мазин Хори Плей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, мы посмотрим новые спойлеры будущего обновления, то есть спойлеры реально максимально интересные, поэтому советую вам посмотреть видео от начала до конца, то есть видосик реально получился интересный, и то есть обновы это всегда интересно, поэтому я вам решил показать спойлеры будущего обновления, которые возможно выйдет уже в этом месяце. Давайте постараемся это видео набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто еще не играет на проекте Мазин Хори Плей, есть конечно же мой промокодик, можете выводить, пишите в слэш мэм, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводить промокод полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч, вам всего лишь нужно зайти на любой сервак, ввести мой промокод, прокачать уровень и вы получаете бабки. Ну а я вам желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, предлагаю начать с самого интересного, а именно с новой машины, которую добавят в будущем обновление, это получается Мерседес. Но не обычный Мерседес, это получается новый С-класс, который уже давно должны были добавить, но там были некие проблемы, из-за которых его как бы вовремя не добавили. Но, как говорят, то что возможно уже в следующем обновлении эту машину добавят в автосалон и ее можно будет приобрести. Сколько она стоит будет, пацаны, честно не знаю, я думаю около 20 миллионов, потому что все-таки новый С-класс как бы, он что в жизни дорогой, что в игре, я думаю, он также будет дорогой. На самом деле я, конечно же, больше люблю BMW, но в этом случае, пацаны, С-класс, конечно, классный. Он реально прикольный, как бы мне он нравится. Я бы хотел себе приобрести такую машину, то есть наконец-то реально его добавят. Многие ждали этот автомобиль, они спрашивали постоянно на стримах, там, в беседах, там и так далее, когда уже его добавят. И, пацаны, наконец-то нам уже официально показали скриншоты и сказали, что да, пацаны, его уже скоро добавят. Поэтому можете как бы радоваться, копить бабосики. На следующем скриншоте у нас показана какая-то тюрьма, либо ФСИН, я не знаю, как правильно это называется. Короче, очень такое большое непонятное здание, то есть многие говорят, что это будет ФСИН, федеральная служба исполнения наказания. Это называется типа ФСИН. Я не знаю, пацаны, реально будет это ФСИН или нет, но выглядит на самом деле очень сильно внушительно. Здание реально очень большое, просто много лестниц, какие-то фонари там. Ну, реально конструкция такая, ну, необычная. Я еще помню давно, когда тюрьма была как бы на Мазинге. Она сначала была там на острове, потом ее переместили на ВЧ, и потом ее просто полностью убрали. И, возможно, разработчики решили как бы вернуть эту темку, то есть теперь будет отдельное место, где вы будете отбывать свой срок. И, скорее всего, это будет как фракция, поэтому, ну, темка реально будет, мне кажется, интересная. Ну что ж, пацаны, следующий скриншот не менее интересный, пацаны. Ну, это реально жестко. Я не знаю, как бы, это, получается, космос будет, либо какая-то, может быть, работа космонавта, я не знаю. То есть раньше, как бы, был космос, можно было там, платишь бабки, летишь в космос, там, как бы, добываешь всякие камни, и потом эту руду, как бы, типа, обмениваешь на Мазинге. Ну, то есть за игровую валюту ты летел в космос, там немножко поработал и зарабатывал автоматик. То есть это было реально прикольно, и, возможно, эту темку реально вернут, и вы сможете снова брать, летать в космос, и таким образом копить донат. То есть такое было на Мазинге уже еще очень давно, еще там в 2016, по-моему, году. Такая темка была, потом ее убрали, потом обратно добавили, и вот, походу, ее обратно хотят добавить. То есть, ну, эта тема такая, знаете, олдовая, на самом деле. Итак, у нас следующие скиншоты, довольно-таки необычные, как бы, добавят граффити, но для чего это будет сделано, пацаны, честно, я не знаю. Реально, честно, я не знаю, либо это будет сделано для банд, для организаций криминальных, либо это будет сделано для семей. Короче, точно никто не знает, но в любом случае, как бы, ну, прикольно какая-то темка будет, скорее всего. Может будет, типа, какая-то война семей, там, не знаю, граффити, завоевывание территории, там, и так далее. Кто думает, зачем это нужно, напишите, как бы, в комментариях, возможно, вы знаете, зачем это нужно, для чего. Следующее, что бы я хотел вам показать, это новые скины, которые, скорее всего, тоже добавят. И, пацаны, этот скин реально, я думаю, все, точнее, многие его знали, как бы, там, там, всякие мемчики, песенки, там, туда-сюда. То есть, на самом деле, типа, легендарный человек, то есть, я себе такой скин бы реально хотел. То есть, скин реально необычный, прикольный, хорошо проработан, ну, судя по скриншоту, то есть, там, Димон, ебать, ну, это вся хуйня, пацаны. То есть, ну, реально, скин довольно-таки интересный, необычный, и, я думаю, многие хотели бы себе его приобрести. Следующий, получается, скин, который должны, я думаю, добавить, это, получается, обновленный скин Федичу. То есть, там, в магазине можно даже сейчас его скин купить, но вот, как бы, его скин, я так понимаю, обновили, либо это будет новый скин. Все-таки, времена идут, как бы, Федя немножко меняется, поэтому, как бы, вот такой вот скин, получается, в будущем будет на Амазинге. Ну, и последнее, что бы я хотел вам показать, это, получается, у нас какая-то будет война кораблей, либо за какую-то груз, за какие-то контейнеры. Короче, будет реально необычная темка. То есть, сначала показали вот такой вот скриншот, то есть, потом нам показали вот такое вот видео, в котором, как бы, нужно будет сбивать вертолет для того, чтобы открыть контейнеры. А что будет в этих контейнерах, я, как бы, честно не знаю. Как бы, этот затонувший корабль находится недалеко от порта. То есть, скорее всего, корабль загрузился, начал отплывать с порта, и на него, как бы, напали пираты, а военные, как бы, решили отбить этих пиратов, и поэтому прилетает вертолет. Но вертолет – это бот, скорее всего, который просто, как бы, запрограммирован, и он за вами летает, и по вам, как бы, стреляет. То есть, темка, реально, максимально необычная. То есть, я бы очень хотел, как бы, поскорее это увидеть, потому что… Ну, это очень необычно. То есть, я думаю, скорее всего, это будут какие-то пираты, типа, может быть, это будет какая-то темка для семей. Вон, внизу, получается, есть контейнеры. Скорее всего, это какие-то будут плюшки, которые потом можно будет продавать, и за счет этого можно будет зарабатывать. Но, как мы видим, то что если стрелять с обычного оружия в одиночку, то вы этот вертолет будете сбивать очень долго. Поэтому, скорее всего, нужно будет ходить там человек 10-15 и как бы сбивать этот вертолет. После того, как вы сбиваете, получается, вертолет, вы потом можете открыть эти контейнеры. И, скорее всего, потом вам нужно ехать там на черный рынок и это все продавать. То есть, как бы это не точная информация. Возможно, я ошибаюсь, но, как я посмотрел по видео, мне кажется, что будет именно так. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я показал вам все спойлеры, которые есть у меня просто. Я посмотрел везде, во всех группах, где только можно. То есть, все, что есть сейчас, в данный момент, я вам все показал. Поэтому, я надеюсь на вашу поддержку, на вашу активность. Пишите свои комментарии, как бы, нравится ли вам то, что я вам показал. Чего бы вы хотели еще увидеть в будущем обновлении там и так далее. Но я напоминаю то, что все ссылочки находятся в описании под видео. Можете приходить ко мне на второй сервачок. Я вас смогу принять в семью, в компанию. То есть, помогу, чем смогу. Поэтому, буду реально всех ждать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok